Всем привет! С вами снова Азат. Вы находитесь на канале Автосправочная. Сегодня будет традиционный видеоролик, который посвящен предстоящим изменениям для водителей в следующем месяце. На этот раз расскажу о том, что же ждет российских водителей в ноябре 2024 года. Для начала давайте напомню о нескольких важных изменениях, которые были подписаны в октябре текущего года и которые, соответственно, в полную силу на практике заработают именно в ноябре текущего года. Первые важные изменения, которые были подписаны 14 октября 2024 года, это то, что усилена ответственность за нарушения, связанные с автомобильными госномерами. В первую очередь речь идет о таких нарушениях, как езда без госномеров и езда с госномерами, которые намеренно скрыты. В ноябре 2024 года в регионах России ожидаются массовые рейды. Традиционно они проводятся весной и осенью, когда автоинспекторы особое внимание обращают на нечитаемые номера в связи с погодными условиями. Однако отличие ситуации этого года будет в том, что, как я уже сказал, наказание за данные факты существенно ужесточено. Так, если человек установил на своем транспортном средстве устройства, которые позволяют скрыть или видоизменить госномер, то сейчас уже, согласно вступившим силу поправкам, в ноябре за это будет применяться только лишение водительских прав сроком от года до полутора. Ранее, до 14 октября, я напомню, что наказание составляло либо штраф 5000 рублей, либо лишение прав до трех месяцев. То есть сейчас применение штрафа, в принципе, уже невозможно за данный вид нарушения. Кроме того, лишение прав также от года до полутора предусмотрено за повторные нарушения, предусмотренные частью 2 статьи 12.2 КОАП РФ. Это такие нарушения, как повторная езда без госномеров, повторная езда с госномером, который установлен не на стандартном месте, повторная езда с видоизмененным госномером, а также повторная езда с госномерами, которые оборудованы материалами, позволяющими их скрыть, видоизменить, либо помешать их идентификации. Сюда как раз таки попадает намеренное применение таких материалов, как снег, грязь, какие-то там пакетики, листочки и все подобное. То есть в случае повторного выявления такого факта будет применяться лишение прав до полутора лет. Еще одно изменение, оно касается порядка обжалования штрафов. Оно было подписано буквально сутки назад, 29 октября 2024 года. Согласно подписанному федеральному закону, теперь у нас в ноябре на обжалование штрафа будет отводиться не 10 суток, а 10 дней. Вроде бы разница всего лишь в одном слове, но по факту в ситуациях, когда последние дни обжалования приходятся на праздничные дни, при формулировке дни, а не сутки, последний день будет переноситься на ближайший, следующий рабочий день. Соответственно, у человека сохранится право на обжалование неправомерного, по его мнению, штрафа. Далее, следующее, о чем бы я хотел напомнить, это то, что с 1 сентября 2024 года для российских таксистов стала обязательная новая страховка, это ОСГОП. Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика. Это страховой полис, по которому осуществляются выплаты пассажирам, которые в случае ДТП могут пострадать в автомобилях такси. У водителей, которые были оформлены в качестве такси до 1 сентября текущего года, было 60 дней на то, чтобы оформить эту страховку ОСГОП и подать соответствующие сведения в реестр. Соответственно, последний день для этого это 31 октября 2024 года. То есть уже с 1 ноября 2024 года для таксистов передвижение без полиса ОСГОП будет считаться нарушением. В случае выявления такого нарушения, разрешение на перевозку пассажиров может быть приостановлено до 30 дней, и, соответственно, после этого это разрешение будет аннулироваться. При этом агрегаторы службы заказа такси будут не вправе передавать заказы на перевозку пассажиров водителям, у которых в системе нет информации о наличии полиса ОСГОП. То есть эта информация должна обновляться ежедневно, ежедневно должна проводиться проверка. Если вы работаете в такси и еще не оформили полис ОСГОП, узнать об этом более подробно и оформить электронный полис, не выходя из дома, вы можете у меня на сайте, ссылку я оставлю в описании. Далее, следующее изменение, которое вступает в силу 1 ноября 2024 года, это то, что российским автолюбителям будет сложнее получить потребительский кредит под залог автомобиля. Дело в том, что Банк России утвердил соответствующие требования для банков, которые ужесточают выдачу таких кредитов. То есть лицам, у которых высокая долговая нагрузка, более 50%, говоря проще, если человек более половины своих доходов и так уже ежемесячно отдает на оплату предыдущих кредитов и займов, то, соответственно, выдача таких кредитов ему будет отказываться. В Банке России объяснили данное решение тем, что количество таких кредитов, когда в качестве залога выступает автомобиль, резко выросло в 2024 году. При этом условия по таким кредитам, то есть процентные ставки, платежи, не сильно отличаются от обычных потребительских кредитов. Соответственно, люди просто сами себя загоняют, скажем так, в кредитное рабство. Далее, следующее, о чем бы я хотел напомнить, это зимняя резина. Напомню, что согласно действующим требованиям техрегламента и ПДД, в зимнее время, это у нас декабрь, январь и февраль, запрещена эксплуатация легковых автомобилей и грузовиков в полной массой до 3,5 тонн, не оснащенных зимними шинами. Соответственно, зимние шины на указанных видах транспорта должны быть установлены с 1 декабря 2024 года и, как минимум, до конца февраля 2025 года. То есть, юридически, по закону, до конца ноября все водители во всех регионах обязательно должны перейти на зимние шины, если речь идет о легких грузовиках и легковушках. Уже после 1 декабря, по закону, автоинспекторы имеют право за несезонную резину штрафовать на 500 рублей, согласно части 1 статьи 12.5 КОАП РФ. Понятное дело, что на севере и в средней полосе России большинство водителей перебываются на зиму гораздо раньше, чем конец ноября и начало декабря. Но вот в теплых регионах, соответственно, это требование будет более актуально в части наказания за несезонные шины. Впрочем, если вспомнить прошлый 2023 год, когда эти требования о штрафах за несезонные шины заработали впервые, тогда, насколько я знаю, автоинспекторы все-таки штрафы не выписывали, они ограничивались предупреждениями и профилактической работой. Как это будет в этом году, мы узнаем уже после 1 декабря текущего года. А если вы хотите экономить на обслуживании своего автомобиля, получая 10% кэшбэк с каждой заправки, по 5% за оплату автоуслуг, автозапчастей, шиномонтажек, автомоек, платного проезда, платной парковки, полисов страхования, штрафов ГИБДД, вы можете заказать себе автомобильную дебетовую карту Drive от Т-Банка. Если вы новый клиент Банка, для вас действуют особо выгодные условия. Заказывайте эту карту по моей ссылке до 21 ноября 2024 года, потратьте по этой карте не меньше 5000 рублей за первый месяц и 2000 рублей вернется вам в виде бонусов. Подробности и ссылку я оставлю в описании. Далее еще одна тема, о которой я бы хотел напомнить, это то, что до конца ноября текущего года водители, владельцы транспортных средств должны оплатить транспортный налог за предыдущий год. Уже с сентября активно водителям рассылаются налоговые уведомления и в бумажном виде, и через личный кабинет на сайте налоговой. Соответственно, не позже ноября нужно постараться эти налоги заплатить, потому что крайний срок оплаты в этом году не 1 декабря, а 2, потому что этот день переносится из-за выходного. Уже после 2 декабря неоплаченная сумма налога превратится в налоговую задолженность. Соответственно, в дальнейшем налоговая может потребовать уплатить данную задолженность, если человек не оплатит, то налоговая может направить материалы судебным приставам исполнителям. Далее уже это будет взыскиваться стандартными методами, в зависимости от суммы задолженности могут применяться такие методы, как ограничение на право управления транспортным средством, арест транспортного средства, ограничение на выезд за границу России и так далее. И в конце видеоролика хочу рассказать о законопроектах, которые в ноябре 2024 года только планируется еще рассматривать. Три из этих законопроекта касаются сферы ОСАГО. Кстати, я напомню, если вам нужен электронный полис ОСАГО, выгодно оформить его, сравнив предложения от разных компаний на одной странице, вы также можете у меня на сайте. Ссылку я также оставлю в описании. Что касается законопроектов, то в ноябре планируется второе чтение законопроекта о создании общей системы ОСАГО России и Беларуси. Я напомню, что ожидается, что данные поправки заработают уже с 1 января следующего года. Соответственно, при желании водители, которые часто пересекают границу, то есть ездят либо из России в Беларусь, либо наоборот из Беларуси в Россию, смогут выбирать универсальные полисы, которые будут подороже, но они будут работать сразу на территории обеих стран. Кроме того, в ноябре запланировано первое чтение законопроекта, согласно которому сроки ремонта по ОСАГО хотят увеличить с 30 до 45 дней. 30 октября 2024 года профильный комитет Госдумы рекомендовал к принятию данной поправки. Их первое чтение запланировано на 12 ноября текущего года. И третий законопроект, который также касается ОСАГО и который планируют рассмотреть в ноябре, это поправки об увеличении компенсации за полис ОСАГО для инвалидов с нынешних 50 до 100%. То есть, говоря проще, для некоторых инвалидов стоимость ОСАГО будет размещаться полностью в 100% размере. Еще два законопроекта, которые планируются в ноябрьской повестке, касаются транспортного налога. Так предполагается первым законопроектом отменить транспортный налог для жителей новых регионов. А вторым законопроектом предлагается отменить транспортный налог на федеральном уровне для инвалидов. И последний законопроект, который планируют в ноябре рассмотреть депутаты, касается введения для чиновников так называемых дней без автомобиля. Согласно тексту документа предполагается, что в течение недели в какие-то дни чиновники будут обязаны пользоваться не служебным автомобилем, а общественным транспортом. Вот такая вот информация. Надеюсь, видео было для вас полезным, интересным. Спасибо, что рассмотрели его до конца. Что вы думаете по этому поводу, свое мнение мы, как всегда, можете поделиться в комментариях. Чтобы не пропустить следующие видеоролики, не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Ссылку я оставлю в описании. Там же будут ссылки и на другие площадки моего проекта. Желаю всем безопасных дорог и всем пока!